МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-4 Розпочинает информационный выпуск телерадио-компании Гомель У студии Натальи Игнаценко. Доброй ранец! В областном объединении профсоюзов отбылся семинарная рада, на яким обмерковывались все выники работы по хове працы за минулый год. А кроме этого, специалисты удокладнили задачи, которые будут приоритетными селета. Удельники семинара вызначили основные причины, которые приводятся до травматизма и гибели новотворчасти. А так само закранули тему нового введения в директиве президента номер один о мерах по замоцевании грамадской безопасности и дисциплины. Дмитрий Котов протягнет. Семинар, присвеченный теме профилактики вытворчого травматизма, заусёды проходить у поширенном составе. На его запрашаются техничные инспекторы, специалисты по хове працы, старшини профсоюзных комитетов, предприемствов и организаций зусёй в области. Головная задача для усіх присутных на 2016 год – повышение эффективности контролю за захованием вытворчай дисциплины. Як свечить статистика, у вынеку суместной профилактичной работы, за пошние пять годов у регионе отрымалося знизить огульную колькость травмированных и загинувших. Однак летось сумная статистика знову почала повышаться. Прошлый год был в организационном плане интересен и, будем говорить так, результативен по-своему, но с точки зрения показателей, конечно же, многие вопросы оставляют желать большего и лучшего. Почему? Потому что на карте жизнь человека. И вот анализируя многие случаи, которые происходят, как говорится, не дай бог, со смертельным исходом и, значит, с тяжелыми травмами, очень часто сталкиваемся с вопросами пренебрежениями правилами безопасного труда непосредственно самим пострадавшим. На вытвор шестилетаць загинул 21 человек. Для поравнания у 2014-м – 15. При этом каждый третий находился у стане алкогольного опьянения. Подчас семинара означается, что необходимо повысить роль у керовника предприемства те организации у створения беспечных умов працы. А лишь ни один контролирующий орган не сможет осягнуть поспеху, поколь кожный работник не будет памятать про особистую отказность за свое житье. Мы, в принципе, все знаем о принятии директивы номер один президента Республики Беларусь в новой редакции. В этом документе конкретизированы требования как и к нанимателям, так и к работающим, к работникам, касающиеся соблюдению требований охраны труда. Поэтому, естественно, усилия будут направлены, опять же, на исключение эксплуатации и технически несправного оборудования и соблюдение всех элементарных требований по охране труда работающими. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Буйные гандлевые предприемства «Гомельщины» готовы продоставить индивидуальным предпринимателям беларусские выробы по цене завода у вытворцев. При этом, якость продукции обовязково подсерджается сертификатами. Правда, пакуль с корыстацией этими послугами спешаются не усе ИП. Что стремливает процессу взаимовыгодного супрацовництва, ведая Олег Синсерову. За минулий час оптовые операторы набили довольно значный опыт по сопрацовницам, как с поставщиками, так и с предпринимальниками. При желании необходимую информацию о почве могут отримать навык по телефону и интернете. Правда, большость, ожидающих набыть сертификованный товар, отдая перевагу особистому наведыванию складских помешканий и демонстрационных залов. Только за минулий год оптовые структуры отгрузили субъектам малого бизнеса товару больших на 300 миллиардов рублёв. Всю лето тут чекают активизации супрацовництва, хоть и не утуевают стремливающие факторы. Так само есть. По-первых, дизайн некоторых вырубов явно соступает замежным аналогом, по-другому – кошт. Предприниматели оживились. Они подходят, спрашивают товар, но сдерживают цены, потому что накрутить, вернее, сделать торговую надбавку, как у них было раньше, они уже не могут. И здесь получается, что ценовой фактор самый основополагающий. Меж тем, оптовые операторы «Перконаны» по ставке сертификованных нехорошевых товаров отчинной и замежной утверждности индивидуальным предпринимателям справа перспективная и приводить выники минулого года, когда для ИП были проведены некоги кермашов по продаже товару до школьного сезона, по реализации продукции концерна «Белл-Лехпрам» и «ЕЕЕЕЗ» замежных аналогов, а так само товару до Роства и Нового года. Як выник, колькость заключенных договоров досягнула амальь 2,5 тысяч. У «Абро ваконками» навод разгледили варианты додатковых кредитроводей оптовых операторов для набытя импортной продукции, але усови с тем, что ИП с такими просьбами не взвертались, необходности у таких кредитных ресурсов не возникло. То есть на сегодня готова оптовая база работать по завозу для предпринимателей, только дайте заказ, определитесь и соответственно будет по направлению завозить. Субтитры создавал DimaTorzok Далее информационные технологии, совести коммуникации, техничные процессы и технологии у промысловости. Жадание поделиться своими напрацовками выказали больше, как 180 докладчиков. В этом году мы расширили тематику для того, чтобы у нас не только транспортный вуз участвовал, но и другие, в частности машиностроительные и общетехнические, и больше тоже с таким инновационно-экономическим уклоном, для того, чтобы происходил обмен мнениями, и технари могли сотрудничать с экономистами, для того, чтобы можно было с экономической точки просчитывать их какие-то технические достижения, для того, чтобы их было можно внедрять в производство. На протягу широкого года у Гомеля назиралась устойливая тенденция до снижения подлетковой злочинности. Однако у 2014-м ситуация изменилась. Узровень правопорушений, уздейсненных неполнолетними, узрос больше, как на 50%. Рост означался и в минулом году. С початку 2016-го у областных центра начала працевать специальная группа, которую складывают представники комиссии по справах неполнолетних, сферы эдукации, прокуратуры и инших службов. Два раза на месяц комиссия наведывает предприемство города и проводит встречи с батьками подлетков. Черговая размова отбылась у коллектива ГАР электротранспорта. Специалисты звернули увагу на питание семейного недобробыту, травматизму и гибели детей. На сегодня у Гомеля 705 подлетков находятся в социально небезпечном становище. У Гомельским гарвы канками отбылся брифинг с уделом керавництва городского отдела по надзвычайных ситуациях. Тема, якая обмерковывалась подчас встречи с журналистами – установка автономных пожарных оповещальников. Гэты прилады по меркованні супрацовников МНС повинны присутничать у каждой квартиры и приватным доме. Они реагуют на дым, подают гуковые сигналы, таким чином дают макшимость свочасово выявить и ликвидовать у згорання. По статистице, большаясть пожара отбывается, когда у помешканья отсутствует автономный пожарный оповещальник. Зараз его обовязково усталевывают у новых домах, а так само допомагают набыть шмадзетным семьями и людям пожилого взрослого. До речи, установка повещальника займае усягонь некольких хвилин и не выкликает тяжкостям. Хочу сказать, что важно, где установлен автономный пожарный извещатель. Как правило, он устанавливается на потолке, либо на стене на высоте 10 сантиметров от потолка. Не надо его класть в шкафчик какой-то, в полочку, по той простой причине, что дым всегда поднимается вверх. И чем выше к потолку находится извещатель, тем быстрее он среагирует на задымление. Сказ про Ивана Мележа презентовали у Гомельско-областной универсальной библиотецы имя Ленина. Гэта не литературный твор, а экспозиция, присвеченная народному письменнику БССР, який народился на Гомельской земли. Многие предметы выставы заховывались уродных литератур, и до этого они день не выставлялись. Одными из первых их убачили наши корреспонденты. Кнопок этой трукарской машинки краналась рука одного самых выдатных литератур в Беларуси. За ее не одну годину просядил письменник, чая твора складает скарбницу беларуской культуры. 95-го дня с дня народжения народного письменника БССР Ивана Мележа в Гомельской областной библиотец имя Ленина отзначили открытием уникальной экспозиции. Тут можно убачить особистые рычи письменника, подписанные книги и фотографии с семейного архива. Практично все экспонаты передала удар установе дачка литератора Лариса Ивановна. Экспонаты довольно интересные. Например, заляковая книжка студента БДУ Ивана Павловича Мележа, в которой кроме отзнаков выдатных, других отзнаков нет. Так само тут измещены и листы дородных, а так само дети писали ему кальон хворил и был в Ялте. Иван Мележ довольно часто становит в Гомельщину и областную библиотеку имя Ленина в приватности. Память об этих встречах дагетуль заховывает книг о гоноровых гостях библиотеке. Один из записов, покинутых в 1965 году, належит имена Вита Ивану Мележу. Кожный святомый белорус беспрешно вспоминает, згадывая гэта творцу выдатного мастака слова только добрыми словами. Потому что он покинул после себя соправные высокомастацкие творы, якими натхняются, якими натхняются сегодняшние поколения по сутности и выховывают дагетуль. Усех этой рэшу войдут у фонд литературного музея письменников-земляков. Деугу формирование приступили только в конце минулого года. Однако размова об створении почалась еще в 2013 году. У якости экспозиционной пляцовки библиотека имя Ленина была обрана и не выпадкова. Работа по сбору уникальных предметов, связанных с житем гомельских литераторов, тут ведется давно. Однако сегодня она стала еще больше активной. Супрационники отдела краезнауста сустракаются с родными поэтам и письменникам и ведут перамовы об пополнении фонда в музее. Дарыш и его коллекцию складывают рэч литераторов не только минулых ста годзи, а и сучасных. Ганна Ковалева, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель». Спортсмены из Гомельской области уже завоевали 17 лицензий на уделу летних олимпийских гульнях 2016 года у Рыя-де-Жанейра. Об этом поведомили подчас коллегии управления спорту и туризму гомельского облывы канкама. На посяджении подвели выники минулого года. Вы решили, как будут працевать сё лета, а так само означали левших спортсменов и трэнеров. 2015 год перед Олимпийске. Тому видовочность, что оценивать работу, треба по колькости уже отриманных путёвок у Рыя. Спортсмены Гомельской области добавили у Скарбонг Украины 17 лицензий. Больше только у представников столицы. Пропуски на олимпийские гульны завоеваны у шасти видах спорту. Десять належат представникам академичного веславання и веславання на байдарках и каное. Тры легкоатлетам, два тяжкоатлетам. По одной уплаванне и велоспорте. Ясше шерох лицензий плануется отримать в бягучем годе. Кандидатами на уделу летних гульнях зараз заявляются больше, как 40 спортсменов. Даречу, другое место у нашего региона и по колькости завоеванных на международных споборництвах узнагород. С чемпионатов и Кубков Европы и Свету гомельские спортсмены привезли у 2015-м 155 медалёв. 104 из них сдабыто у олимпийских видах. Говорили не только про спорт высоких досягнений. Треба думать на перспективу. Выхование резерву – залог будущих перемог. И тут есть над чем працовать. Это и умоцование материально-техничной базы детских спортивных школ. И повышение квалификации тренерского состава. И тут особливая увага небуйным городам. Мы будем ставить сегодня приоритеты. Мы будем сегодня ставить непосредственно на регионы, на сельские школы. И будем максимально делать всё, чтобы база там материально укреплялась. И чтобы специалисты туда приходили. Ну и для того, чтобы календарь спортмероприятий был у ребят полон. Для того, чтобы они могли максимально принимать участие в тех стартах, которые запланированы. Во выниках 2015 года лепшей командой краины признали жаночую байдарку-чатверку в складе Ольги Худенко, Маргариты Махневой, Надея Ляпешка и Марина Литвинчук. Девчата завоевали золото на чемпионате света у Милани на дистанции 500 метров. Яны присутничали на урочистой церемонии, подчас якой спортсменам и тренерам уручали стипенды и премии Гомельского Абл-Ваканкама. Год был поспяховым, однако про былые перемоги никто не думая. Напереде головная мета – олимпийские гульни. Планы – это, конечно же, олимпийские игры, ведем именно подготовку к ним, поэтому будем стараться, ну, работу проделаем, а как работа эта вылеза в результат, уже будет видно там, поэтому работаем, стараемся. Летние олимпийские гульни пройдуть у Реаде Жанейро у Жнивни. Будем сподзяваться, что у представников нашего региона отримается подняться на пьедестал гонору. Утим ликую на высшейшую приступку, тем больше, что подставы для этого есть. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадео «Компания Гомель». И это был опошний сюжет нашего ранешнего выпуска. У студии працывала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова